Законопроект об областном бюджете на 2022 год рассмотрели во втором чтении. Доходы на будущий год составят почти 42 миллиарда рублей, расходы – 44 миллиарда. Объём дефицита чуть больше 7%, а это в рамках бюджетного кодекса. Произведены корректировки по фонду оплаты труда. Общий объём нецелевой финансовой помощи для городских округов увеличен на 170 миллионов рублей. В рамках оптимизации количества государственных программ сокращено кодирование целевых статьй, то есть проведена работа по объединению государственных программ, но в настоящее время ещё не все государственные программы, то есть они на самом деле проходят процедуру согласования, и поэтому ещё нельзя увидеть утверждёнными, но эта работа будет завершена в ближайшее время. Приоритеты, цели и задачи госпрограмм тесно с собой связаны, и поэтому удалось их сконсолидировать. После первого чтения проекта расход областного бюджета увеличили на 2,5 миллиарда рублей. В 2022 году сохранится объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Из федеральной казны поступит 4,5 миллиарда рублей. Как отмечают депутаты, бюджет на 2022 год получился более сбалансированным. Мы будем продолжать в течение всего бюджетного года работу и с Министерством финансов Российской Федерации, и то, что касается участия в государственных целевых программах, и самое главное, это участие в национальных проектах. Это те дополнительные средства, которые должны ещё поступить после принятия бюджета Государственной Думы и поддержки его Советом Федерации. Когда уже финансовый документ страны будет в полном объёме, мы более чётко можем смотреть те объёмы средств, которые будут ещё дополнительно направлены на территорию Магаданской области. А в целом бюджет 2022 года, он не будет отличаться. Он, наоборот, по своим показателям будет более наполненным. Но и он у нас носит социальный характер направленности. Из всего объёма средств 25 миллиардов – это социально-бюджетная сфера. Образование – почти 10 миллиардов. Здравоохранение – более 5,7 миллиарда. На социальную политику – почти 7 миллиардов рублей. Кроме того, сироты и семьи с приёмными детьми получат дополнительную выплату.